Окна Надежды Ионинской выходят во двор бывшего детского сада номер 78. Глядя на заброшенное здание, говорит, женщина сердце кровью обливается. Это и неудивительно. Много лет назад она сама работала здесь костеляншей. Тогда садик посещали около 200 детей. Работал хороший слаженный коллектив. Затем садик расформировали. На его месте открыли детское отделение психиатрической больницы. А последние два года здание и вовсе пустует, постепенно приходя в негодность. Садик просто грабится. Окна разбиваются. Дети по крышам бегают. По поводу детей, что они бегают по крышам, мы уже звонили участковому. На это внимание мы заостряли. Но сейчас, когда еще образовалась такая у нас, как бы сказать, наша личная проблема, у нас нету садика для нашей внучки. И моя невестка пошла узнавать очередь. У нас очередь большая. И они хотят устроить нашу внучку в частный садик. Надежда Ионинская говорит, обидно, что в частном детском саду места для прогулок практически нет. Тогда как здесь пустует большая территория. Ну и, конечно, цены кусаются. Жалко такое здание. Прямо перед оконами, да, вот мы живем здесь и смотрим. И почему-то все молчат, все между собой, да, допустим, соседи разговаривают, а никто, не знаю, такую тревогу не бьет. Очень жалко. Почему мы должны отдавать там 11 тысяч, они нам вообще не лишние, да, у нас не такие заработки, чтобы отдавать в частный детский сад. Ульяна Ионинская в январе планирует выйти на работу. Дочке два с половиной года. Уже есть желание общаться с ровесниками. Ну а мама признается, работать вынуждена. Вторая зарплата значительно улучшит финансовое состояние семьи. Сама группа неплохая, но опять же все у нас утыкается в деньги, что как бы деньги для семьи они нужны. С очередью, после открытия 101-го сада, как бы очередь сократилась. В принципе, практически в каждый садик на 30 человек. Я думаю, что с открытием этого садика, она вообще здесь, в принципе, исчезнет, эта очередь на КСК. Потому что у нас построены большие микрорайоны, такие как третий микрорайон, такие как молодежные микрорайоны ни одного сада. Нашей телекомпании удалось выяснить, что здание бывшего детского сада общей площадью почти в 3000 квадратных метров находится в собственности городского округа город Чита. Согласно документу, предоставленному от Комитета по управлению имуществом, его охраняет частное охранное предприятие Рубикон+. В тексте написано, указанное нежилое здание передано в собственность для последующего создания на его базе муниципального дошкольного образовательного учреждения после проведения работ по его реконструкции. То есть детский сад здесь все же планируют открыть. Более того, читаем дальше. 26 ноября 2018 года планируется объявить открытый аукцион на право заключения муниципального контракта по изготовлению проектно-сметной документации по реконструкции нежилого здания. Аукцион должен состояться 7 декабря этого года, а вся документация должна быть готова к маю 2019. Казалось бы, вот он хэппи-энд, но, как всегда, проблема в финансировании. Цитата.